Субтитры создавал DimaTorzok Так что я должен сказать вам, что это будет ждать Харди около 10 минут, но я не могу поверить на него. Вы должны попросить этого. У вас должно быть чистое желание в отношении этого, потому что я уважаю вашу свободу. Те, кто на самом деле не хотят получить реализацию, должны покинуть этот стадион. Существует огромное количество знаний, которого я, конечно, не могу раскрыть вам в одной лекции. Но как этот свет, который вокруг вас, вы нажимаете один выключатель, и он весь загорается. Но если я хочу рассказать вам историю электричества, как оно было сюда подведено в Киев, то это будет самая скучная история. Лучше включить свет, потому что это встроено. Существует три условия, которые вы должны выполнить, и эти условия очень просты. Первое условие заключается в том, что вы вовсе не должны чувствовать никакой вины. В конце концов, вы люди, и только людям свойственно ошибаться. Вы не боги. Если вы совершили ошибку, вы должны ясно ее видеть. Но не положите ее как вину, потому что это портит ваш центр там, где показывает Шриматоч. И этот центр очень опасный, потому что он дает вам болезнь, которая называется ангина. Также это дает вам спондилез и летаргические органы. Поэтому это миф, чувствовать себя виновным. Вы люди, вы находитесь на вершине эволюции. Поэтому, пожалуйста, никоим образом, пожалуйста, не осуждайте себя. Из-за того, что этот центр не в порядке, кундалини не сможет подняться. Вторая условия, очень простая, это простить всех. Оно заключается в том, что нужно простить всех. Логически, если вы прощаете или не прощаете, вы не делаете ничего. Но если вы не прощаете, то вы играете в дурные руки. Вы играете в руки людей, которые пытаются беспокоить вас, хотя они вполне счастливы. Вы мучаете себя вовсе ни за что. Но если вы прощаете, вы чувствуете себя гораздо легче. Поэтому, пожалуйста, простите всех. И даже не думайте о них. Просто простите всех в общем. Я говорю людям, что скажите всем цветам, всем деревьям, что я прощаю всех. Третье условие состоит в том, что у вас должна быть полная уверенность в себе. Пожалуйста, не осуждайте себя. Пожалуйста, имейте к себе очень приятное отношение. Не верьте людям, которые говорят, что вы грешники. Мы докажем, что вы не являетесь ими. Поэтому будьте полностью уверены сами в себе. И уверены, что сегодня вы получите ваше просвещение, сегодня вы получите вашу реализацию. Вначале с вами произойдет то, что вы станете безмысленно-сознательны. Что значит, что вы будете сознавать, но сознавать без мысли. Это то состояние, в котором вы будете в настоящем. Мы не можем быть в настоящем. Мы всегда в будущем и в прошлом. Здесь вы будете пребывать в состоянии мира. И сегодня настоящее – это реальность. Прошлое уже ушло, а будущее еще не существует. Поэтому вы должны быть в настоящем. Поэтому первая вещь – это безмысленное сознание. Новое измерение в вашем сознании. Второе, как я вам уже сказала, вы становитесь коллективно-сознательны. Вы можете чувствовать эту тонкую всепроникающую энергию на кончиках ваших пальцев. И вы можете чувствовать холодный ветерок святого духа, когда ваша кундалиния поднимается. Все, что можно постичь после того, как вы получили реализацию в Сахаджа-йоге. Итак, теперь я попрошу вас, чтобы снять ваши пальцы, если возможно. Те, кто сидят на земле, все хорошо. Но они должны снять свои пальцы в любом случае. Те, кто сидят на земле, они сидят нормально. Но я все равно попрошу их снять обувь, если кто-то в ней находится. Но те, кто сидят на столбах и бенчах, должны поставить двое ноги с другим другом, потому что эти две силы – лица и лица. Те же, которые сидят в рядах, на скамьях, я попрошу их разуться и поставить одну ногу на некотором расстоянии от другой, потому что существуют два вида энергии – левосторонняя и правосторонняя. Итак, теперь, пожалуйста, пожалуйста, посмотрите, что вы должны делать, как проработать вашего собственного центра. Вы это сделаете себе. Вы вырастите свои собственные кундалинии. Вы все можете видеть его? Доктор, камера, приходите. Поехали. Хорошо ли вы видите, доктора, стоящего перед вами? Хорошо ли всем видно? Да. Теперь. Пожалуйста, положите свою левую руку на левую руку и сидите комфортно. Пожалуйста, сядьте удобно и ладонь вашей левой руки положите на левое колено, открытой ладонью вверх. Вы не должны идти в Гималай и стоять на голове. Это очень просто. Вам не нужно идти в Гималай и стоять на голове. Это очень просто. То, что мы вам предлагаем. Левую руку вы поместили на колено и это символизирует, что вы хотите получить вашу самореализацию. Потому что левая сторона, левая часть, это левая рука, это символизирует желание. А правая сторона, это сила действия. Поэтому мы используем правую руку для подпитки наших центров. Пожалуйста, прежде всего положите вашу правую руку в область сердца. Здесь находится Дух. Те, которые стоят, сядьте. Это будет лучше для вас. Пожалуйста, здесь. Пожалуйста, Мать просит всех сесть. Это будет для вашего же блага. Пожалуйста, Мать просит всех сесть. В сердце присутствует Дух. Итак, в сердце находится Дух. Если вы становитесь Духом, то вы становитесь своим собственным руководителем, своим собственным хозяином. Итак, возьмите правую руку на верхнюю часть живота, с левой стороны. Мы будем работать по левой стороне. Это центр вашего мастерства. Он создан великими пророками. Сейчас перенесите вашу правую руку в нижнюю часть живота, с левой стороны. Это центр чистого желания. Сейчас мы вновь поднимаем правую руку на верхнюю часть живота. Затем мы снова переносим правую руку на область сердца. Дальше мы переносим правую руку на угол между шеей и плечом и поворачиваем нашу голову направо. Я уже сказал вам, что этот центр выходит из порядка, когда вы чувствуете вину. Теперь, пожалуйста, возьмите правую руку на верхнюю часть живота и положите свою руку на него и положите его вниз в голову. Сейчас положите вашу голову, лоб на правую ладонь и наклоните голову. Это центр прощения. Теперь, возьмите свою руку на верхнюю часть. Теперь, положите правую руку на сердце. Закрывайте глаза, пожалуйста, не открывайте их, пока я вам скажу. Открытие. На уровне этого центра вы должны спросить себя, задать себе вопрос, который является тем, что вы должны спросить себя. Задать себе вопрос, который является весьма фундаментальным в отношении самих вас. Вы можете называть меня Мать или Шриматаджи. И задать три раза вопрос, Мать, я Дух? Я уже сказала вам, что когда вы становитесь Духом, вы становитесь хозяином самому себе. Так что теперь, пожалуйста, возьмите свою руку на верхнюю часть живота и нажмите пальцем руки. Здесь, задайте мне еще одну вопрос, три раза. Мать, я Духом, я Духом? При этом вы должны три раза задать другой фундаментальный вопрос. Мать, я хозяин самому себе. Я уже сказала вам, что я уважаю вашу свободу, я не могу вам навязать силой чистое знание. Вы должны попросить их. Вы должны попросить их. Поэтому сейчас поместите вашу правую руку в нижнюю часть живота и надавите. И здесь вы должны шесть раз попросить меня, потому что этот центр имеет шесть лепестков. Мать, дай мне, пожалуйста, чистое знание. Как только вы попросите чистого знания, ваша кундалини начинает подниматься, и мы можем подпитать ваши верхние центры, что должно быть полностью нами осознаваемо и уверенно. Поэтому сейчас поднимите правую руку и поместите ее в верхнюю часть живота с левой стороны. Здесь вы должны с полной уверенностью сказать, мать, я сам себе учитель, сам себе хозяин. Я уже говорил вам, что вы не это тело, не этот разум, не ваши условности, не ваше эго, а вы чистый дух. Поэтому поднимите ладонь вашей правой руки и скажите с полной уверенностью, мать, я чистый дух. Эта всепроникающая сила, океан знания, океан блаженства. Но, прежде всего, это океан прощения, и какие бы ошибки вы не совершили, они легко могут раствориться в этом океане. Так что, пожалуйста, извините себя и поднимите свою правую руку в руке. И здесь вы должны сказать 16 раз с полной уверенностью. Сейчас вы должны полностью простить себя, поместить правую руку на область, где шея соединяется с плечом, и сказать 16 раз, мать, я ни в чем не виноват. При этом голову вы должны повернуть направо. Я объяснила вам, прощаете ли вы или не прощаете, вы все равно ничего не делаете. Но, если вы не прощаете, вы попадаете в дурные руки. Как это значит, вы уничтожили себя. Вы уничтожили себя, и теперь, если вы не прощаете, этот центр, это самый констриктированный центр, который не будет открыть. И кундалини тоже не уйдет. Вы фактически мучаете себя, и этот центр является наиболее тонким центром, и поэтому, если он будет заблокирован, кундалини не сможет пройти через него. Теперь, пожалуйста, положите правую руку на правую ладонь, положите вашу голову. Это центр, в котором вы должны сказать, не важно сколько раз, важно от чистого сердца. Мать, я прощаю всех в общем. Теперь вы должны принимать правую руку на правую ладонь. Здесь, без чувствовать себя, без считания своих ошибок, просто для вашего удовольствия. Вы должны попросить прощения у этой всепроникающей силы. Прости меня, если я совершил какие-то ошибки, осознанно или неосознанно. Теперь, в последний центр, который очень важный, вы должны поднимать ваш пальцы полностью. Вы должны поднимать ваш пальцы и поднимать ваш пальцы на поверхность фонтанеля, на поверхность фонтанеля, которая была мягкой костью в вашем детстве. Здесь, пожалуйста, поднимайте свои пальцы хорошо, чтобы у вас есть хорошая давление на вашу голову. Сейчас мы переходим на последний центр, который является очень важным. Для этого вы должны полностью расправить свою ладонь, оттянуть пальцы назад, так, чтобы вы могли оказать хорошее давление на область родничковой кости, которая была мягкой костью в вашем детстве. Теперь, пожалуйста, наклоните голову вниз. Здесь опять же я не могу навязать вам силой вашу реализацию. Поэтому вы должны попросить ее, наклонив голову, медленно вращайте ваш скальп 7 раз. И прося меня, мать, дай мне, пожалуйста, самореализацию. Продолжение следует... Продолжение следует... Теперь, пожалуйста, отнимайте свои руки. Откройте глаза, пожалуйста. Протяните обе руки к Шри Матаджи в обе вашей руки. Протяните правую руку к Матери, таким образом, как показывает Шри Матаджа. Наклоните вперед вашу голову и левой рукой почувствуйте, выходит ли из вашей головы прохладный ветерок. Наклоните правую руку, направьте. Наклоните левой рукой и посмотрите, если есть холодный или теплый ветерок. Если вы не простили, это будет горячий ветерок. Теперь направьте левую руку по направлению к матери. Наклоните правую руку и на top of your head, bend your head and see for yourself, there's a cool breeze coming out. А правой рукой теперь попробуйте почувствовать, холодный или теплый поток выходит из вашей головы. Пожалуйста, зачем вы делаете фотографии? Он не из-за этого? Он не из-за тех, кто? Он не из-за тех, кто? Нет, он не из-за тех, кто? Нет, не из-за тех, кто? Нет, без позволения. Как вы снимаете фотографии? Попробуйте его в том, что не вы. Вы не можете сделать. Вы можете взять Мой позволение. Только sahajogis позволяют. Хорошо. Теперь направьте правую руку по направлению к Шрима Таджи. И снова посмотрите с левой рукой. И снова посмотрите. У нас уже много фотографий. Вы не можете это сделать. Не можете это сделать без позволения. Просто посмотрите с левой рукой. И попробуйте почувствовать вашей левой рукой. Попробуйте обе руки так, к небу, как показывает Шрима Таджи. И задайте вопрос. Мать, это холодный поток Святого Духа? Или второй вопрос вы можете задать, Мать, это всепроникающая энергия Божественной Любви? Или же третий вопрос вы можете задать, Мать, это Парам Чайтанья, вы можете три раза задать любой из этих вопросов. Сейчас, пожалуйста, опустите ваши руки. Сейчас, пожалуйста, опустите ваши руки. А сейчас поднимите их и направьте их к Матери, так как Мать показывает. И я не думаю, Мать. Я не думаю, Мать. Я не думаю, Мать. Сейчас, пожалуйста, те, кто почувствовали холодный или горячий поток, или на кончиках ваших пальцев, или на ладонях, или на области, пожалуйста, разверните свет, чтобы мать могла увидеть всех. Разверните вот это освещение. Можете вы повернуть лампой так, чтобы мать могла увидеть всех? И так же и ту сторону, пожалуйста. И левую сторону. Да благословит вас Бог. Сейчас вы должны все прийти в коллектив и реально овладеть этим всем. Я знаю, что больше для вас не будет болезней и беспокойств. Им все вы будете процветать в жизни. Вы будете каждую минуту видеть чудеса благословения. Спасибо большое вам. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Продолжение следует...